Музыка Привет всем мои дорогие друзья и подписчики канала С вами Дарт и сегодня мы опять же вернулись в игру Jurassic Park Builder Так как вышло новое обновление в котором добавили аж 6 новых животных И теперь в каждом парке по 43 вида организмов Значит в Юрский парк добавили Ютораптора и Дредноута Кого добавили в другие парки вы узнаете чуть позже А те кто состоят в группе канала они уже знают обо всем Скажем так вот в этом состоит преимущество в том что вступать в группу канала Значит помимо животных добавили опять же любимую для Лидия карточную систему То есть каждые 7 часов даже так получается бесплатный набор карт И можно купить для Юрского парка набор карт для морского и для ледникового Значит чтобы открыть новых животных вам обязательно нужно открывать наборы карт Если вы не открываете наборы карт у новых животных к сожалению вы другим способом получить не сможете Вот такая вот замануха То есть где-то примерно в рублях где-то 1200 стоит этот набор карточек Не знаю я насколько вы знаете я не настолько умный чтобы покупать это Поэтому я взломал Все ради вас конечно Ну значит я решил начать В этом видео я вам покажу Дредноута Расскажу о нем все что знаю И посмотрим что же с ним сотворили разработчики И появилась ли у него какая-нибудь новая анимация Ну что ж Поехали Значит название Дредноута переводится как Ничего не боящийся То есть бесстрашный Так как он был слишком огромный И для большинства хищников он был слишком огромный Никто не Никому не хватало мозгов на него нападать Ну значит сейчас где-нибудь выскочит картинка Дредноута Я так постараюсь ее выложить И давайте пока что расскажу что же это за динозавр Значит по-латински он называется Дредноутус Шрани В честь Адама Шрена который спонсировал как бы палеонтологические раскопки Заявили о находке этого динозавра В 2014 году Ну и как бы Дредноут с какого-то языка я не помню переводится как Бесстрашный так многие корабли называли раньше Вот Ну и решили так же называть динозавра Ну значит его окаменелости были найдены в 2005-2009 годах А стали их изучать только в 2014-м Значит найденные окаменелости Судя по найденным окаменелости длина его достигала Найденного борца около 26 метров А вес около 60 тонн Ну значит и то что мы нашли это всего лишь 45% От всего скелета животного Но учитывая что некоторые кости как бы зеркально отражаются То можно как бы с уверенностью реконструировать 70% скелета животного К сожалению головы этого дредноута не было найдено Поэтому ее реконструировали от других титанозавров Различных От того же титанозавра обычного Либо там от гипсилозавра какого-нибудь Значит жил он в промежутке от 84 до 66 миллионов лет назад Был найден в Аргентине И считается что это найденное животное это не взрослое То есть взрослые животные могли достигать гораздо больших размеров И судя по тому что Мы можем с уверенностью сказать О весе животного То есть 60 тонн Он считается самым крупным Допустим по весу брахиозавра Амфицилия И многих других того же аргентинозавра Мы судим лишь по Скажем так Представляем что вот При полном размере он мог весить столько А вот редно Тут ничего представлять не надо Просто математически высчитывать И сдаете вес Так ну я уже что-то вас заговорил Давайте его покормим Значит вот так вот он у нас выглядит Ну естественно анимация обычная То есть они никакой анимации не добавили Наивные я конечно надеялся Что они что-нибудь добавят Но нифига Ну конечно башка у него тут Я не знаю натворили Его сделали похожим на брахиозавра Но на самом деле передние и задние конечности У него были примерно одинакового размера Здесь же сделали что передние конечности чуть больше Ну значит так у нас выглядит Дредноут на 10 уровне эволюции Сейчас я удалюсь чтобы провести эволюцию После чего вернемся и посмотрим что же с ним дальше сотворили Разработчики Лидия Никуда не уходим и остаемся со мной Ну что ж вот я и провел эволюцию Дредноута После проведения эволюции нам сообщили Что он относился к группе титанозавров Зауроподов которые Тело которых было похоже на корову А были размером с кашелота Ну значит вот это так раз Дредноута мне нравится гораздо больше Тот серый был совершенно не очень Здесь вот такие вот пятнышки добавили Они гораздо Он гораздо круче с ними смотрится Моделька немного сырая Вот здесь допустим когда он виляет хвостом на изломе Видно что ну недоработано Что чуть-чуть кривой хвост получается Ну еще известно что на задних лапах Дредноута было по 3 когти Это они разработчики конечно сделали А вот на передней лапе вообще нет когтей Они выглядят просто какие-то столбы Вообще ну некрасиво Не знаю могли лучше гораздо Ну что ж Еще раз перерываемся И смотрим его еще одну эволюцию Так что никуда не уходим и не приключаемся Ну что ж вот я провел еще одну эволюцию Дредноута Давайте посмотрим как же он теперь будет выглядеть Они издеваются надо мной Опять фиолетовый Как я ненавижу этот цвет Ребята ну хватит издеваться Если кто-то из оставшихся новых животных тоже будет фиолетовый Я просто и убью этих разработчиков Они заколебали уже меня С этим фиолетовым цветом Значит после проведения эволюции нам сообщили что Дредноут известен по двум неполным скелетам Найденным в Аргентине возраста верхний мел Ну это собственно говоря я вам уже в начале видео рассказывал Ой господи как я ненавижу этот цвет уже Напоминает динозавра из мультика Ну что ж вот так вот ужасно будет выглядеть дредноут на 30 уровне эволюции Ну конечно могли бы какую нибудь другую анимацию придумать Чтобы он там хвостом махал Либо головой как то я не знаю Ну написано что сказано что дредноут 60 тонн весил Здесь же его вообще дрещом сделали просто Тот же брахиозавр который где то здесь рядышком находится Он на то более увесистым кажется Скажем так над моделькой новых животных они совершенно не работают Они просто абы как делают и все И успокаиваются Ну что ж предлагаю вам еще раз прерваться на секунду И после чего мы посмотрим дредноута на последнем уровне эволюции Ну что ж вот и скажем так развязка данного видео Посмотрим как будет выглядеть дредноут на последнем уровне эволюции О боже мой он фиолетовый Он темно-фиолетовый О боже мой Мне только начинал нравиться этот динозавр Ну кстати скажем так в молодом состоянии Когда вот он детеныш грубо говоря Он выглядит гораздо лучше чем взрослое животное Ну ладно И учитывая что тут вот Такой светло-голубой Либо бирюзовый И вот еще такой светло-коричневые цвета На фоне фиолетового Это еще как то терпимо Если бы он был просто фиолетовый Это уже жопа была бы Так ну что ж После проведения последней эволюции Нам сообщили что Что как бы трудно высчитать вес этого животного Что в среднем это где то 30 тонн Ну нифига не так Видимо они плохо читали описание этого животного Так ну давайте покормим его Ну что ж Вот и наш дредноут на последнем 40 уровне эволюции Сила почти 1300 1299 Здоровье 9310 Урон от 500 до 3002 Ну что ж Надеюсь это животное мощное И сейчас я вам Сейчас я вам предлагаю Пойти на арену И посмотреть его в бою Так что Если вы согласны Мы переходим На боевую арену Вот мы и на боевой арене Я предлагаю вам перед тем как начать бой Посмотреть То есть дредноут входит в число Одно из самых сильных животных в парке Мне кажется единственное В чем он уступает Тернозавру Так это в уроне А по количеству здоровья Он мне кажется превышает Самого сильного Доселе Животного В юрском парке Он даже По силе мощнее Чем его плацефал Получается Так что если вы Как-то и приобретете Это животное То мне кажется Не пожалеете О том что оно у вас есть Ну что ж Предлагаю начать Так сейчас у нас конечно же Загрузочка 10 мегабайт Кстати да Поменялась вот Картинка опять В билдере Каждый раз Когда выходит какое-либо обновление Она вот меняется Ну так гораздо круче Мне кажется Ну То есть он Как этот Как брахиозавр И атака точно такая же Как и у брахиозавра Ничего нового Так давайте попробуем Какую-нибудь другую атаку По всему Атаки точно такие же Как и у брахиозавра То есть по сути нам добавили Новое животное Которое самое сильное В парке теперь стало Но анимация И внешний вид Почти такой же Как и у брахиозавра То есть по сути Ничего нового Нам и не добавили Очень прискорбно Ну что ж Мои дорогие подписчики И зрители канала Надеюсь это видео Вам понравилось Вы посмотрели Стоит ли вообще Ради этого животного Тратить деньги Покупая эти Карточки Ну что ж В следующем Увидим с вами В следующем видео В котором я покажу Вам Юта Раптора Первые Десять человек Которые Поставят лайк Под видео И напишут Мне Оставят мне заявку В друзьях Со словом Дредноут Получат Этого динозавра В игре В следующий раз Когда выйдет Юта Раптор Там уже я постараюсь Добыть вам Юта Раптора Так что смотрите видео Ставьте лайки Всем всего хорошего До скорых встреч И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok